я включил оба варианта съемки потому что где будет лучше голос тот и пойдет или с экрана или с компьютера так вот значит смотрите мы начинаем фильм за номером 2 итак я сейчас ну уже сам питомник надо закончить тему с питомником дать почему вот они захотите вас будут вот такие горстки знаете этот саженец вот этот который в руках держит мой сын другой сын артем вот здесь три прививки представляете какая у человека будет совместимость имеется ввиду опылиния идеально вот ведра 11 литров все прекрасно так но это крайний случай это я делал так одна прививка у меня тогда саженцы стоили по 500 всего лишь а если две прививки 1000 а 3 полторы вы догадались какие брали за 500 или за полторы правильно и те брали те брали говорили еще хотим так вот значит заканчиваем разговор насчет по этих самых саженцев выглядит это вот так еще раз выдающие саженцы растут среди простых вот они привитые поверьте им один год всем вот они выше меня роста а какой год 45 месяцев вот то есть вот это у вас тогда будет выбор лучше из лучших отсутствия навсегда и они никогда не погибают это а принцип моей селекции брать количество молиться на какой-то саженец это поливать его удобрять мой молиться на него взять бубен и плясать вокруг не сами разберутся теперь я перехожу прививки вы вопрос по прививкам задать задали получаете получаете прививки прививки вот они смотрите вы правильно сказали самые толстые прививки которые делаю ну если не с карандаш ну или два карандаша я еще могу умудриться сделать вот такими толстыми такими этими вот но улучшенной капулировкой но тут особая особый нож нужен самый лучший надо сотни сотни раз научиться делать срез одним движением и тогда толстая получится а именно толстые дают вот это сейчас покажу в этой папке тоже есть вот это однолетки такой однолетки 4-5 месяцев и они уже с цветами все до единой слушайте дальше вы сказали а если еще толще допустим 4 сантиметра варианта 2 или под кору это третий вариант но он я я умею под кору но у меня были случаи когда ураганный ветер их сносил буквально торец так тут таких фотографий нет я вообще так не делаю вот торец под кору 1 2 3 4 5 6 вставляется этих веточек то есть и они простают просятся не хватает для ураганного ветра вот одна беда а также могут тоже то есть ваш вариант или вариант b он называется омолоде дерево пусть его 4 сантиметра ну чтобы люди понимали 5 сантиметров это длина коробка спичного пусть такой стоит его обрезать и он выбросит ниже молодые ветки они за один год станут примерно вот такими вот как на фотографии вот такими вот и то есть год теряем первое на омоложение дерева и тогда получается вот у меня на фотографии тут правда вверх ногами изображена прививка в расщеп пень так вот слева улучшенная копулировка это когда тут такой замочек делается в виде расщепа тоже тоже расщеп на особый вот простая копулировка справа самый эффективный способ в россии то есть в основном это простая копулировка разрезал срастил идеальный случай прочности нет у левая сама есть прочность там есть замочек а вот вариант еще третий это толстая ветка там идет тоже нужно не врачеба под кору папа и по диаметру ну не будем на этом устанавливаться у нас как бы разговор об чем но в общими фразами и наконец отрезается омолаживается и я могу показать это вот это я могу это мой конек что я сейчас делаю я сейчас беру и пока по там где мы уже были мы были если сохранилась мы были мы были по новому на это легко и так выбыли обрезка так сейчас буквально три буквы потом вам удобно будет все это видеть пока вы только жертва люди видят вот а вы нет они сразу увидят фото обрезка сейчас я найду что-нибудь подходящее вот дело в том что у меня есть фотографии промоложение деревьев вот сейчас значит показывать буду все подряд вот это вот здесь не совсем удачные а вот это можно использовать дерево старая да вот но тут получается так когда она это уже тема другая когда совсем старое дерево дает получает страшные морозобоины как на фотографии да она выбрасывает ниже морозобоин молодые побеги по стандартной науки по классической им надо уничтожить а на самом деле они так как раз служат не только для возрождения просто становится ниже это называется куста образование они становятся ниже так потом вот эти толстые ветки убираются я такие примеры приводил а их хоть так расти хотя бы хоть приводить на них раз потом еще покажу сейчас вот пожалуйста старое старое дерево когда им исполняется 20 лет и сбито морозами вот стоит только обрезать мам на моложение ветки старая выбрасывать много новых но тут вы теряете год вот сейчас я тут уже листаю все подряд вот еще пример или они сами появляются из ничего и является продолжением дерево поэтому мои деревья почти вечное верхушки морозы страшные все 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 пережили ведь это же не просто это ну вот королевские даже франции я а если с умом они могут у нас жить и вот теперь получается вот этой фотографии прекрасно видно стоит только обрезать старые ветки мы молодые вылезут они буквально за один год вылазит и можете на них плевать вот я ответил на ваш вопрос и жду дальнейших вопросов по два черенка прививаете я поздравляю вы будете круче меня на разных ветках да делал у меня есть целое деревья сады хорошо на грушек получается и на абрикосах или сливы на абрикосах абрикосы на сливах это да а вот чтобы в один пенечек вот тут два разных я никогда так не делал не было а вот куда уже ваш вопрос горит за том что вы не простой человек во первых вы нас чек во вторых у вас будет свой опыт делайте но я предпочитаю так два черенка если у меня полно черенков если он один заветный вот представим себе мне прислали веточку всего ответа нет не так веточки были все гнилые и выжила только одна из посылки так бывает когда дерево брали с умирающего понимаете дерево спасая константинович и говорят это джумбокот это 150 200 грамм плоды то есть вот мы и самые крупные а те еще два раза крупнее понимаете вот это я показал на фотографии а получается так что а одна ветка ты пошла а что в таких случаях я с ней черенок срежу а и там я уже прикинул получи два побега не нужно размножить пока у меня одна единственная ветка молиться на нее но я лучше оставлю одну треть две трети свежу и у меня получится пару прививок так я эти две веточки не воскну в одну в один пень а в каждой пень по одной у меня будет лучше две по одной чем две веточки в одном пню жалко я не могу сейчас подробнее найти фотографию ну вы и так поняли меня да вот ну понял ясно это ну вам большое спасибо что время уделили мне вот но давайте тогда подытожим все таки я книги однозначно и теперь вот по потому что вы мне ну сказали что там персика нету уже а вы по двое для него вырастете у вас персик должен быть привиты на моростоке по двое вы ничего не потеряли если я буду жив следующем зимой пришлю да 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 ну вот я мне сейчас чтобы вот вот это вот основание ну или как по двое да правильно куда прививаем вот сейчас мне чтобы посадить лето не потерять год как говорится не потерять что вы порекомендуете мне чтобы да я потом мог при персике абрикосы сливу ну и грушу ну я уже сказал значит так пополам сыновьям из русского абрикоса вот и не важно сколько но половину из если братья абрикосы костики половину кости абрикосовых скромные сыновьям из русского абрикоса и половину роскошные не бояться бояться нельзя иначе вас никогда не будет такого сада как у меня хорошо это раз плюс на них потом привьете и абрикосы и персики а сливы мои роскошные показать вам или потом увидите в ряду придется глотать лучше не смотрите так вот данный момент так вот вы берете значит у меня еще китайские сливы как подвоенные они сами по себе вкусные морозостойки невероятные урожайные невероятные только надо опять же не меньше четырех сортов вот и тогда вы на них часть будет и так расти без всяких прививок как они миллионы лет росли заметьте миллионы лет росли но какой-то отбор был людьми что сейчас мы берем с косточки получаем прекрасные результаты но я сейчас не буду искать фотографии поверьте на слово дело в том что получается следующее они пойдут как они собственные и они пойдут как подвои для роскошных слив высказался короче говоря вот слива я вот сейчас у себя записываю я потом вам заказ какое это все-таки заказывая название слива красно-желтая слива красно-синяя под а вот вот эти два кит нет слова не первое слово китайка красно-желтая китайка красно-синяя вот а потом я так понимаю 10 10 в одной парке вы там писали да то есть вот они расспасованы по 10 мешочки кто говорит мне 8 или 5 я мешочки разрывать не буду они на страницу это я просто так я уточняю то есть все по 10 тех и 10 тех все хорошо потом вот теперь по персику что вместо посадить дальнейшем я выросил значит сыновья сыновья манджурского абрикоса любой любой какой абрикос сыновья манджурского абрикоса они под номерами идут раз-два-три-четыре-пять сыновья вы сказали да сыновья манджурского абрикоса это и мои условные названия и они пронумерованы чтобы не путать на них приведете персик это лучший вариант и второй вариант приведете персик на сливу китайскую тоже великолепная приживаемость сращения но только у моих вы знаете сколько людей обожглось боже мой вот привезли ищет находят ну а самое главное зачем почему у вас а состоится по одной причине и так пятый раз говорю ваулин директор института мясково вот эта часть черепинская академии значит выписал у меня сеянцы размером с карандашей сеть и вырастил сад на пятый год плодоношение еще через три-четыре года 50 килограмм с дерева фотографиях они прекрасные чуть и не лучше моих челябинская область выдержали минус 38 выдержались минус 7 заморозки то есть урожай не потеряли при этом все что он выписывал со всех концов страны вот давала 300 грамм с дерева вы понимаете куда вы попали мои деревья должны надо еще на 10 умножить а я вот это продаю это нет я дороже всех продаю но все равно это смешная цена мы мои 50 килограмм и он же пишет в своем реферате он сам соседнее научное учреждение научное утопило 500 грамм а десятки сортов со всей россии все что он добывал 300 грамм а у него 50 килограмм вы понимаете куда вы попали нет а я не имею права не хвастаться знаете почему он не в реферате не в докладе сенсационном вот не упомянул железово не мою технологию хотя рассказывает не поливать не удобрять ничего не делать вот единственное что от меня еще перенял садить на постоянное место но выдал за свою идею как выдал как изобретение да нет сыновья почему они у них будет абсолютно биологическая совместимость с любыми абрикосами почему у них крови и дикари и культурные вы попробуйте вы знаете что наука считает в лице казьмина сибирской абрикосы сто процента не переживаю я-то начинал 40 прививок королевского на эти на абрикосы мною получены выкапали вместе с этим самым с кандидатом наук с директором живой человек бойкова галина николаевна подтвердит мы вместе выкапывали 300 этих сеансов 40 и на первые 40 язык я привил королевский 40 мертвых это потом когда манджуца вырастил у меня появился свой этот патриарх 40-летний отсюда это феномен до которой ну не знаю я у меня уже должно быть не меньше 10 государственных премий ну так-то понимаете ни одну не вручает как-то это хотя у них 300 грамм с дерева тогда надо выключаться у меня уже 9 на 17-18 минут еще второй фильм готов давайте я выключаюсь и включая про грушу поговорим давайте давайте ну мы сегодня с вами наговорим так а ну все как закончить надо одно принципе определили все я пока выключаю включаю снова